раздруг как всегда ночные развлечения у евушки у нас только его с этим справляется я сколько там страниц книжки 86 ты на какой на 11 столько тут запчастей это просто 4 коробки это просто уж и не знаю как я все это будет собирать но сказала будет собирать у его был очень хороший учитель он ее корректирует по телефон до сих пор я думаю не надо ничего выкидывать это еве может понадобиться ну-ка положи я пришла к еве чтобы она мне одну историю рассказала вернее мне на ее уже рассказала чтобы она вам ее рассказала макар пожалуйста не шуми сядь положи свою попу и сиди макара где на макаре сегодня напала что-то у нас тарился и сам мыл туалет отмыл весь после своих красок да сынок зеркало помыл что ты еще помыл входную дверь помыл причем никто абсолютно не заставлял все сам пошел и сделала скамейку подобных помыл да вообще ну работяга и в общем пока он мыл нашел семена чего дочь мяты я вам обязательно вставлю видео как он это сделал и вообще чем он сегодня занимался макаре 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Куда ты хочешь? Я тебе скажу, когда, ладно? О, здесь Девять палки надо оставить. Еще. А у нас маленькая кабача будет. Ты вчера Диане свой сюрприз отдал. Расскажи хоть. Какой? Который ты клеил. Сок. Желе. Сок, записку писал. Желе. Фруктовая. А дал? Нет. Как нет? На доме. А? На доме. Как это дома? Ты же банку целую унес потом. Мы всю банку потом съели. А это я Диан. Родион? Сразу всех палец. Он на гости съел один. Но ты же угостил? Он много ест. Он съели телебанку. Телебанку. Ай, ну ты приколистка. А вот так и надо. Сходи. Получается, пока неизвестно, непонятно я крутится. Ева, будку какую-то собрала? Вообще. Не понял. Зато вторую. Представляешь, дочь, как быстро будешь собирать. Надеюсь. крутить. Нет, 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 пока не надо. Я сама закручиваю. Ты не... Так, Макар, пожалуйста. Не крути, я же сказала. Так, поставь. Маленькая комната. Не знаю, как мы тут их расположим, эти две кровати. Но их нужно уже поставить, потому что... потому что Макар с нашей комнаты переезжает, а Ева до этого жила с Мишель. В общем, сейчас Макар переедет в эту комнату к Мишель. На второй этаж ты будешь на втором спать или на первом? На... Выбирай втором. На втором? Я хочу воду на кого-то. Ну, так показывают практик, они меняются каждый день. Ну, это точно. Я хочу воду на кого-то. Ну, не знаю, короче. Макар, в общем, переезжает в детскую. Всё, вырос товарищ, уже жених. Хватит с мамой, с папой спать. Переезжает на второй этаж. К Еве! К Еве, ага. Ева, сколько можно с Евой спать? Он от нас всегда к Еве бегает. У нас у него кроватка стоит, и он, короче, постоянно засыпает у Евы и постоянно к Еве бегает. А, не взять кровать без вот таких штук. А она же будет уже. Без каких штук? Вот этих вот. Ну, теоретически, да. Может, тебе фул взять? Правда, может, фул взять. Зачем тебе квин? Бекки сейчас с тобой уже не спит. У нас это твин, а тебе фул она чуть-чуть меньше, по-моему. Еще я дешевле. Какой фул она уже себе постельное белье купила? Ну, я купила все постельное А, фул квин, да? Да, 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 кстати, да. Фул у тебя там шикарно встает. фул кто? Фил Макар, пыль. А, простынь. Макар, сюда надо? Макаршка, не мешай Еве, пожалуйста. Хочу, поделим по-моему, по-моему, простыни. Макаршка, где? У меня по-моему. Блин, я не знаю. Блин, у меня почему-то... Если как ты сказала, ногами как ну... Лера, это что-то не то. Почему? А почему она в ту сторону торчит? А это? Палка. Или там у тебя нижняя так же торчит? что ли? Сейчас, Лера, у нас тут что-то не туда вылазит. Мне кажется, эти ящики... Я бы засчитал тазучку. Смотри, все нормально. Все нормально? Да. Тупее ночью. Тупой. Ну, тебе же, Макар, сказал, у тебя ночью мозг тупой. Что, Лерчик, ты говоришь? Лера, если как ты сказала, ногами как ну... там все закроется. Да-да, оно и так, и так закрывается, дочь. Оно и так, и так закрывается. У тебя, судя по всему, кровать стояла идеально. Как вот в последний раз стояла. А кому тебя переносит? Я не хочу, потому что там пульт собирается, я помаю. Можно поснимать твой стол? вскрывать. Сейчас. Я тебе совет дам. Сейчас мы пойдем посмотрим. Про эти конфеты. Бери все сразу. Вместе с этим. А где он? Взял? Откуда вернули у тебя? Это время опасно. Ну вот, мы, короче, сегодня тут двигали-двигали-двигали-двигали-двигали. Ну, смотри, короче, мам, вот собрали стол. Если вот эту кровать подвинуть стенкой сюда, как ты сказала, да, ну вот, то есть вот так вот. Да, то та, или овся, будет мне недоступна. Бесполезна, да. Понимаешь? Тумбу я здесь не поставлю, там тумбу я к ней не подберусь. Подставить ее all the way to the wall, как она у меня была раньше, там не пропылесосить, не помыть, ничего. Ну, дочь, все равно с такой большой кровати у тебя будет такой мертвая зона, без этого никак. Ну, получается, сейчас самое лучшее. Ну, вот этот стол ты уберешь, там будет тумба стоять прикроватная, да, с двух сторон. А, ты же хотела две тумбочки с двух сторон. Комплект кровати идет с двумя тумбочками. Но я могу поставить только одну, и я макирую сюда. Вот эту папа тебе перебьет сюда, да? Нет, не надо. Или ты не хочешь? Я туда книжные полки хочу повесить. А, это все, просто убираем это. Да. Просто, а ту вторую тумбу, она такая красивая и открытая, я ее поставлю в ванне. А, она там в лесу там. Вот что-то такое. Она маленькая, вот такая. А ковер ты куда хотела? Вот сюда? Ковер я хотела вот отсюда, вот так вот, чтобы у меня заходило, и вот так. Заходило. тут валяется. Да тут чего только не валяется, лишь кровать вот эта длинная. Понятно. То есть, я не хотела, чтобы он был old way, я хотела, чтобы он вот так вот чуть-чуть выходил и вот так вот чуть-чуть идем. Короче, почти по всему приметру. Ну, это тоже глупо, он будет в себя всю пыль собирать под кроватью, не пропылесосить его, ничего, пылесборник будет. Он доставляет какой-то еще дополнительный, понимаешь, вид. Ну да, ну простите за мной с такой. Да, все понятно. Класс. Надо шторы, ты сказала папе, чтобы повесить. Да, это я уже папу дождусь, но я не знаю, здесь еще эти лепенины, кому они нужны были все равно их клеить, они не умеют, вообще не понимают, куда теперь клеить, тут гардины. Я хотела их сделать прямо к потолку, чтобы у меня с потолка, прям знаешь, что посмотреть? Да потому что, мне кажется, они самые хорошие. Ну ты можешь эту ленту присобачить, в принципе? Единственное, что скажет тебе этот, как его зовут? Борис? Я ее присобачиваю, но как там велифинен это? Она не мешает, она должна быть вот как раз по краю ее проходить и сюда, вперед. Ее не делают прямо к углу, ее делают примерно, чтобы она вот так висела, шторена. У тебя как раз вот так она у тебя пойдет и как раз шторы будут висеть подальше от окна. единственное, у тебя тут стол и он не даст нормально, красивым шторам смотреться. Ты с шторой, я надеюсь, хочешь от стены до стены или только на окошко, как американцы? Я не знаю, мам. Американцы повесили бы вот так. Но мне кажется, так смысла даже нет вешаться. Тогда лучше жалюзи какие-нибудь тканые. Мне так жалюзи тут стоят. Нет, не такие. Про меня без тех, хорошие шторы, чтобы я ночью не видела вот этот фонарь. Вот, поэтому надо хотя бы 20 сантиметров от стены отступить. Ну, не 20, можно даже 30, наверное, вот так хотя бы сделать их. заканчивается стол. Ну, нет, немножко побольше. Короче, не хочешь ты кровать поменьше, да? Кстати, хотела вам показать, завтра покажу жилетку такую классную. Ты видела? А что, классно же она сделала из футболки. Самое главное, сама, все, вообще, ко мне не подходила даже. Дизайнер наш доморощенный. Какую-то половую тряпку нацепилась, да? Лера, нельзя так говорить. Люди слышат. Ну, что? Это же творчество. Ладно, пойду я ей помогать. Бэкки, что ты? Не играет она с тобой, да? Не играет. Тебе еще стул надо купить, да? Осталась. Да, но стул это единственное, что я не знаю. Стол такой классный, вообще, очень хорошо смотрится. Мощный такой, прям, классный. крутой. У тебя тоже лампочка перегорела. Короче, темно, просто. ну ладно, будем думать. Может, его повернуть вот так? Тоже вариант. Я первый раз думала, что ты его так и поставишь углом туда, вот так вот. А что это изменит? Ты поближе кровать чуть-чуть подвинешь. Ну, а что это опять-таки изменит? У нас тут уже вырисовывается что-то. Что-то прямо уже скоро можно будет ставить на ноги. Прикольно. Его говорит, ящики, больше всего не люблю эти рельсы собирать. А сюда ты уже рельсы прикрутила, да? Ну, это еще не рельсы такие. Это еще не то, что ты ненавидишь, да? Ну, окей. Ника там ниже со стола убирает. Майя пришла, развалилась. Убедительно идет и сран. А я только что подвиняюсь. А, да? Вон там что-то шевелятся они. Мы их на посылку перекладываем. Ага, она их на пол, да? Привезет. папа не звонил? Нет. Ну, ладно. Сейчас уже будем скоро ставить спинку вторую. Уже перевернули, как она должна стоять. А, какая прелесть. Ну, это классно, удобнее, чем вот эти. Да. Барабан от папины вот. Вот, 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 мои уж ссори наступила на нее, она так на меня посмотрела, типа, ты обалдела, что ли? Зову Еву чай попить, она говорит, подожди, мама, подожди. Я уйду, я больше не пойду сюда. Ну, и завтра соберем уже до с утра. Ну, я хочу попасть на шкафчике можно завтра собрать, это не горит. Главное же кровать собрать, правильно. Ну, мне вот эта сторона там мощная, а вот такой хилый кажется сторона. Сейчас посмотрим. Там здесь написано. Но она вообще взрослая считается, кровать вроде. В смысле, не взрослая, а подростковая. не знаю. Пойдете тогда спать на двухъярусную, а дети сюда придут. Будете с Николь домики строить. Ты ту сторону уже затянула? Красотка. Всем привет! У меня сегодня очень веселый день. Самый ненавидимый мой день, наверное, когда я мою холодильник. Это просто кошмар. Девчонки все заняты. Ева собирает кровать. Никуська пошла гулять с Бекки и тоже ей помогает. Я, короче, вытащила все, весь этот месс, просто что там творится у нас. И сейчас все это буду сортировать, паковать. Но для начала нужно еще и холодильник вымыть. Вы готовы это увидеть? Это просто, просто ужас какой-то. я сейчас вытащила все овощи. Хочу вымыть, застелить здесь пленкой, потому что мне не нравится потом размывать это все. Туда-сюда, туда-сюда. И из-за того, что у нас очень много овощей, фруктов и такой мусор всегда. Именно мусор. И сейчас буду перемою все соусы, баночки, скляночки и буду все запихивать обратно. Вот такой у меня будет веселый день. Еще хочу показать вам свои огурцы. Я приняла решение их удалить, буду их выкидывать, потому что они, во-первых, просто мне кажется здесь цветы все мужские, они даже зависть не набирают, это раз. Во-вторых, здесь просто огромное количество гусениц и съедает просто в день я не знаю по несколько листов. И то же самое на помидорах сейчас покажу. Я зашла на форум огородников здесь местных и оказывается гусеницы это вообще прям здесь бич. Если вот посмотрите, видите, это все гусеницы съела. То есть даже если я нижние листья оборву, я не думаю, что что-то изменится, потому что вот посмотрите листики в середине они все съедены просто. Короче, уже быстрее бы поспел хоть один, чтобы мне ему показать и я это все уберу. Зато лук прекрасно себя чувствует уже даже семена скоро даст. Вон какой мощный, здоровый. Ну и зелень меня моя радует. Остальное все, конечно, это не вариант. Вот. Остальное все буду менять. Под солнечью тоже макар с лейкой носился, убежал ей помогать. Вот. Так что такие дела. у нас сегодня как-то непонятная погода. То хмарит, то солнышко. В общем, непонятно. Но я сегодня никуда не поеду. Буду целый день домом заниматься. Работа накопилась, пока мы гуляли. Непочатый край. Так что вот такие дела, ребятушки. Будем сегодня работать. Уже сменчик скоро уже зацветет. Вот. Уже бутончики набрал. Вот. у нас с Евой сегодня на завтрак ох с Евой сегодня на завтрак зеленая фасоль с помидорами и с сыром фетой и в омлетике. Простенький легкий завтрак. Будем кушать. Ребятки, я сегодня арендовала ванну у Лерки, потому что это невозможно отмыть в раковине. В общем, как следует все помыла. Сейчас домываю корзины из-под овощей и все, и пойду это все дело стелить. Я в ванну стелю такой коврик, продаются здесь такие специальные прозрачные для холодильников, чтобы ничего не поцарапать. Сейчас помоем их и пойду. Я уже залеклась готовую еду складывать в эти ланчбоксы. Я их сегодня перемыла штук 100. У нас вообще никто не ест ничего подогретого. Вот все. Я сказала отмыла и больше я ничего подогрета буду выкидывать. Готовить буду одну порцию и остатки выкидывать. Ну просто вообще столько сегодня готовой еды выбросила. Никто ничего не доедает на второй день. Это просто какой-то кошмар. Я говорю унеси эти пластиковые вниз, а стекла я сама унесу. Она их решила все зарасовать и говорит будем работать мозгом. Что, работает мозг, Миша? Да. Да? Это уже второй раз, а вот это унесу, что только два раза. Молодец, давай, работает мозг твой. Немножко осталось. Один, а эти все я сама унесу. Да. А, помощь мне надо. Давай, помогай. А, Еве надо помочь? Ага, сейчас иду. Я думала он мне предложил помощь свою. Так, а теперь мне вот этот весь хаос надо рассортировать по ящичкам и убрать в холодильник. Чем мы сейчас с вами и будем заниматься. Вот так, вот. Ужас, что творится. Так, я вам сейчас покажу свои покупочки с контейнер-стором, что я купила. Вот такую штуку под яйца. Сейчас буду все это дело пробовать воплотить в реальность. Я еще взяла вот такую под белки-ложки. Мне она очень понравилась. Просто классный органайзер. Но это не сегодня. Это я просто тоже хочу заняться кухней. Так, Макарушка подает вот такую. Взяли. Давай, сынок. Не, нет, ты вытащил эту. Давай, раз вытащил, сразу продемонстрировать, как это работает. Вот такие две корзины. они со шкафчиками. И со шкафчиками, и еще и с разделением. То есть две части у них. Очень на них надеюсь и рассчитываю в них ложить уже мытые овощи, фрукты, ягоды порезанные, чтобы макарушка мог открыть холодильник и сразу взять то, что ему нужно, не спрашивая меня и не зовя Еву. Короче, не отвлекая нас. Ой, я поставила наоборот. Сейчас перекрутим. Вот так это все делается. Это стакобол, то есть пирамида. Вот. Вот выдвигаются они, и их прям в холодильнике можно встать. Как тебе качество? Очень классно. Я тебе говорила, что 300 это обалдеть. конечно, ты спишь на 800 нити, на ральф лаур на икея. Но очень хорошее качество, я тебе скажу. Макар тут мне подает бутылку. Это мы Саше отдали с собой такую под сахаром забрал маленькую. Мы себе купили побольше. Очень удобная бутылочка. В ней классно смешивается соусы для салата. И удобно с этим носиком его поливать. И если соус остался, просто закрывайте крышечку и ставьте в холодильник. Очень удобная соусница. Я ее взяла. Подожди, Макарушка, подожди. Я покажу все дальше. Дальше у нас вот такие контейнеры. Это тоже контейнер стакоба, ставится один на один пирамидкой. Вот так вот сколько угодно. можно вверх продолжать. Но они с крышками. Так, они все заклеены. Я вам сейчас их укажу. Придется взять нож. тонкая ткань. Она не говорит о том, что она плохого качества. Понимаешь? Она по плотности очень хорошего качества. Поверь мне. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? того, она прозрачная? Веришь всегда. Нет, серьезно, она очень хорошее. Отличное качество, ребят. Лера тут сомневается, бегает ко мне. Но я говорю, качество хорошее. так, сейчас мы откроем их, и я вам покажу, как это работает. Эти контейнеры. Они очень удобные на самом деле. Просто мне всегда было недосуг заманяться своим холодильником, у меня столько времени это отнимает. Вот так крышечка снимается. Здесь внутри сито вот такое. Очень удобно сюда высыпать ягоду, помыть, мокрую высыпать и положить в контейнер вот такой контейнер. И просто достаешь, в общем, крышечку открываешь, вот так у тебя все ягоды в руках сразу же, а контейнер останется стоять. Вот так вот. Очень удобная вещь. Вот. Сейчас я это все пробую в деле, и тогда вам наверняка уже скажу, что именно удобное, а что не очень. Но по крайней мере вот это все я уверена в его качестве. Лера, где лопатка, которую мы покупали? Это ее не внутрь, а у нас? Я не знаю, кажется, нет. Взяли с Лерой вот такой контейнер вакуумный под сыр. у нас очень много тертого сыра уходит и мы хотим его использовать здесь, потому что в пакете неудобно не доставать, не хранить, а вот в такой штучке вакуумной и он не будет плесневеть и высыхать. В общем, надеюсь. Вот такая вот штука. Нет, сюрприз какой-то. Не знаю, кто-то видимо разбирал пакеты и нет моей лопатки. Мы специально с Лерой по размеру взяли сюда лопатку, чтобы доставать сыр, но ее теперь нет. Ладно, разберемся. В общем, начинаю наполнять. Говорю Лерке, я такой холодильник маленький, вообще даже не знаю, где они взяли. В Америке уже, наверное, не делают даже таких маленьких холодильников. А мы с ней поехали в Икею и нашли один в один, дочь? Наш холодильник 600 долларов стоит. Так что кому нужен маленький семейный холодильник, он в принципе очень хорошего для нашей семьи. Он не икеевский, он в Икее продается. А, это в Виртул. Да, размером в Икее за 129 долларов. Но если у вас семья больше трех человек, не покупайте. И вы живете в Америке, где все продается огромными упаковками. Так, у меня тут представляете, уже поздняя ночь, мне до сих пор идет процесс. Я все думаю, как удобнее, как сложить, как что сделать. Короче, еще вот куча всего пустого места, надо его придумать. Я сейчас, конечно, думаю, что пока буду пользоваться, я, наверное, еще на тысячу раз все попереставляю здесь, но пока вот так предварительно сложила. Вот здесь сыр, который Макар обожает, и там его снеки. Вот, яйца, наверное, да, мы переставим. Я уже поняла, что мне так будет неудобно. Тут гораздо удобнее брать, но опять-таки одной нам такой, наверное, будет мало, надо будет потом вторую купить, она очень удобная, эта емкость. Вот, напитки вот эти кончатся, новых пока не предвидится, поэтому это скоро опустеет это место, ну, максимум водичка будет один ряд стоять, и все, здесь все будет свободное пространство. Вот, ну, и как-то так. Сюда сложу бакалею, съездим в Костка, я возьму колбаски, сыра, такого, нарезку, которая, и сыр для сэндвичей, что еще у нас здесь лежит, ну, может быть, еще что-то, зелень для бутербродов, в общем, у нас здесь все для бутербродов хранится. Что, Никусь, говоришь? А, вот, масло сливочное сюда в контейнер сложили, и вот здесь лимончики, я планирую еще лайм сейчас потереть тоже сюда, настрогала его на терке, потому что очень удобно, дети все пьют чай с лимоном, у нас и воду с лимоном я пью постоянно, и девчонки, и они отсюда будут брать. Здесь у нас сейчас будет лекарство, я сейчас инсулин сюда верну на место, здесь соусы, все бутылки помыла, здесь майонез, квашеная капуста, масло кхи, чеснок, ну, здесь вот кокосовая водичка Сашина осталась, у нас такого он ее пьет, вроде, кокосовые сливки наши, молоко концентрированное, да, это кремер типа с карамелью, но он на самом деле 0 грамм сахара, такой, не вредный, в общем, тоже он вроде бы как кокосовый, мне кажется, да, он кокосовый? Не знаю, нет, вроде не написано, а, он на мангфруте, на подсластителе, вот, кокосовое молоко не сладкое, и тоже кокосовое молоко не сладкое, потому что мы сейчас в основном им пользуемся, так, и наш бидон молока надо сюда еще сейчас поставить, и все, в принципе, вот такой у нас теперь красивый холодильник, можно на закуп, горжусь прям сегодня с собой, вымыла его просто не знаю как, вот, так что, Катя сегодня молодец, все, доча, закрывай, сейчас испробовала свою терочку, мы с Мишелькой, ой, господи, с Евой купили, с Николей спробовали, с Евой купили, и уже за это, мандолина, у нас до этого была белая, пластиковая, когда мы только приехали, покупала, потому что в Алма-Теме тоже ей все время пользовались, такой же, и я ее выбросила, потому что у нее не только вот такая площадка отдельно вставлялась, но на эту площадку еще каждое лезвие отдельно снималось, и это был такой ужас, я просто не знала, где их хранить, потому что я за детей всегда переживала, я сама несколько раз не порезалась, когда в ящик залазила, в общем очень опасная, а это очень легкая, в принципе в использовании терочка, вот так поднимается платформа, если что-то там застряло, и вот здесь переключаются ножи, так, вот, это получается как морковь по-корейски типа, но она, в принципе я не пробовала еще, мне кажется она будет немного толще чем морковь по-корейски, но в принципе тоже удобный ножик, хороший, с третьей попытки меня нужно это вообще она просто тут немного стопорится и ее надо чуть-чуть нажать чтобы у нее был плавный ход так, дай покажу о, Никуси справилась вот, это ты опять вернула кто здесь вот такие пошире дай покажу ширину вот ножей и еще там это есть три вида толщины слайсами вот очень удобно и мне нравится что этот нож убирается и спокойно ее можно хранить ну и конечно держать вот и она такая довольно компактная вся складывается так еще испробовали с ней Кузька сегодня вот этот дуршлаг новый шикарный мы все овощи в нем перемыли просто очень классно раздвигается но их наверное не везде есть просто я очень рада что я его купила потому что мы часто делаем творог сами и сюда вот я ложу баунти буду ложить на другой ложила на этот еще не пробовала обычно баунти на дно ложу и сверху выливаю чтобы сититься как бы помельче бывает дырочка и прекрасно оно не надо никуда подвешивать на ночь вот так оставляешь и оно стекает просто шикарно вот такие дела господи мешать ты меня напугала кошмар мама зашла посмотреть комнату девчонкам о боже его второй торшер не станет да такой нет торшер мне кажется не встанет вот девушка собрала две кровати но у нас герой кого нет это старая по оконам она не нужна зачем сюда а ты до конца кровать никак думаешь не надо двигать а мне кажется надо убрать оттуда торшер и задвинуть и туда и сюда а что случилось горло и голова болит ой это не проходит у нас это состояние спать но матрасы только завтра придут сынок а завтра что вторник после завтра а ты будешь спать на втором этаже или на первом макар баба-яга против маленькая конечно комнатка для двоих но какая есть зато своя отдельная вот она единственная кто открыла глазки мяу 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 трехцветные не лазьте не берите их макарушка не надо не таскай пусть они спят пожалуйста так что вот у нас прям трудовой десант сегодня у каждого свой ой тоже какая вот эта красивая ящики выдвигаются прекрасно ничего не мешает все выдвигается отлично я очень довольна как получилось прям супер очень нравится и девчонки довольны теперь они спорят кто где будет спать не знаю все хотели сначала у окна но вроде бы потом Ева уступила не только у окна место и согласилась спать с этой стороны так что у нас был сегодня очень продуктивный день все идем смотреть с Макаром мультики и спать теперь по расписанию мультфильм на ночь и байоники да мне нравится ты понимаешь что они говорят нет каждый день каждый день вспоминаю Мишельку и говорю спасибо за то что она заказала на день рождения проект такая классная вещь да Макар тебе знаешь наш проект ну скажи да Елена что так тихо ну все у нас релакс и потом мы бай да спокойно всем ночи у нас макар у нас